На уроке мужества, посвященном 90-летию со дня образования Асуа Виахима ДСАФ, присутствовали исполняющие обязанности главы района Руслан Емыков, начальник отдела организационно-плановой военно-патриотической и спортивной работы регионального отделения ДСАФ России по республике Адыгея Ирина Манченко, начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения ЮнАрмия Владислав Новорчук, начальник отдела военного комиссариата по Геогинскому и Кашхабскому районам Сергей Праздников, председатель местного отделения ДСАФ России Кашхабского района Рашид Бзасежев, председатель местной общественной организации Адыгахаса Амини Пшикуев, начальник управления культуры Рауф Хуря, представитель местного отделения ДСАФ Геогинского района, ветераны, учащиеся обеих школ районного центра. Слово для приветствия было предоставлено исполняющим обязанности главы района Руслану Емыкову. Военно-патриотическому воспитанию нашей молодежи в стране, в республике, в районе уделяется очень большое внимание. И в первую очередь я хочу выразить благодарность тем организациям, работа, львиная доля этой работы, на которой и приходится. В первую очередь, конечно, это ДСАФ. Военно-патриотическое воспитание – это настолько важная работа, что переоценить ее очень трудно. От лица главы района Руслан Емыков вручил почетные грамоты Ирине Манченко и Рашиду Бзасежеву. Благодарственное письмо главы района я хочу вручить Ирине Юрьевне. Огромно благодарна за активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Глава района желает вам крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и процветания. За то время, как председатель нашего местного отделения выполняет эту работу, была возможность оценить его инициативу, его желание по военно-патриотическому воспитанию молодежи и достаточно хорошие результаты, которые наша районная организация показывает. Поэтому почетной грамотой награждается Бзасежев Рашид Абрикович, председатель местного отделения Всероссийской общественной государственной организации. Спасибо еще раз всем присутствующим за то, что такое хорошее внимание уделили этому мероприятию и отдельно хочу поблагодарить организаторов за уровень подготовки, который сегодня мы видим. От имени местного отделения ДСАФ России поприветствовал и поздравил с грядущим юбилеем 90-летием основания АСОА Вьяхима ДСАФ России ветеранов председатель местного отделения ДСАФ Рашид Бзасежев. Позвольте мне от имени местного отделения ДСАФ России еще раз поприветствовать вас и поздравить с грядущим юбилеем 90-летием основания АСОА Вьяхима ДСАФ России, который будет отмечаться в 2017 году. Основными направлениями деятельности ДОСАВ стало патриотическое воспитание подрастающего поколения, их подготовка к службе в вооруженных силах, обучение военно-учетным специальностям и привитие молодежи здорового образа жизни. В настоящее время региональное отделение ДОСАВ России включает в себя 8 местных отделений и один центр военно-патриотического воспитания в городе Майкопе. Исходя из современной обстановки в стране и в мире, имеется в виду экономическая обстановка, возможности нашего отделения также ограничены. Но несмотря ни на что, мы продолжаем готовить молодых людей к службе в вооруженных силах и в тесном взаимодействии с военным комиссариатом, обучаемый к водительскому мастерству. Местные отделения ДОСАВ России активно участвуют в жизни района. Честование ветеранов Великой Отечественной войны и воинов-интернационалистов, сохранение памяти о славной истории Родины, работа с возрастающим поколением, организация и участие в большом количестве проводимых спортивных мероприятий, сдача норм ГТО – это основное направление нашей деятельности. Отдельные слова хотелось бы сказать о наших ветеранах ДОСАВ. К сожалению, уже многих нет в живых, но мы о них помним и гордимся. Ныне здравствующие помогают нам советом делиться своим опытом, за что им огромное спасибо. В завершение своего выступления хотелось бы поблагодарить руководство района, отдел культуры, отдел по делам молодежи, образования, комитет спорта, баспорта за ежедневное сотрудничество и помощь в организации и проведении сегодняшнего мероприятия. Вместе мы сможем поддержать славные традиции наших отцов, воспитать истинных патриотов страны, которыми мы же и будем гордиться. На мероприятии выступили также начальник отдела организационно-плановой военно-патриотической и спортивной работы регионального отделения ДОСАВ России по республике Адыгея Ирина Манченко, начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения ЮНАМИ Владислав Новорчук и военком района Сергей Праздников. Присутствующим обратился и председатель общественного движения Адыга Хаса Аминни Пшикуев. Наказ старшего поколения молодому поколению. Готовьте защищать своих близких, свой дом, свою страну, с молодым. Изучайте науки, осваивайте как можно больше профессий технических и радиотехнических. Изучайте военно-учетные специальности и такие, как водитель транспортного средства, все категории радиста, шифровальщика, водолаза, кинолога, стрелка, прошутисты и любви. Учитесь управлять автомобилями, самолетами, кораблями. Будьте храбрыми, смелыми и сильными. Вените здоровый образ жизни. От него занимайтесь спортивной, технической и военно-прикладными видами спорта, а также единоборствами, легкой и тяжелой атлетикой, плаванием, стрельбой. Со школьницами готовьтесь быть патриотами, достойными сыновьями и дочерями своей родины и матери. Мы верим в вас, гордимся вами. Вы наша смена, наша надежда. Вы наш датушный день. Нам хочется, чтобы не было бой, не лились слезы, детей и матерей, чтобы в них были мирными и святыми мирами. Берегите мир, будьте достойными защитниками своего отечества. Достат – это часть нашей жизни. Достат воспитывала молодежь. Быть смелыми, храбрыми и надежными защитниками нашей великой родины. На сцене в этот день также выступили борьцы школы Панкратиона. Продолжение следует... Продолжение следует... Своими песнями порадовали и подняли настроение присутствующим наши артисты. Сколько, скажи, кукушка, пропой. В городе мне жить или на выселках? Ко мне мне жать или гореть звездой? Солнце моё, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть в порох, дай огня. Вот так. Солнце моё, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть в порох, дай огня. Вот так. Где же ты теперь, воля вольная? С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? И если есть в порох, дай огня. И если есть в порох, дай огня. Вот так. Вот так. И если есть в порох, дай огня. Вот так. И если есть в порох, дай огня. 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» По морю лодочка плывла, погона тихою была, Ее течением не зло, три деревяшки да без зла. По морю лодочка плывла, а мне любимая спала. Уснула на свою беду, шептала море у беду. Уснула на свою беду, шептала море у беду. Ты унеси меня за ней, да попутай ветром через тысячу морей. Ты унеси меня за ней, да попутай ветром за любви мою моей. Вдруг ветер северный паду, я в небо руки протяну. Мой Бог, я так тебя молю, верни, любимую мою. Ты унеси меня за ней, да попутай ветром через тысячу морей. Ты унеси меня за ней, да попутай ветром через тысячу морей. Ты унеси меня за ней, да попутай ветром за любви мою моей. Ты унеси меня за ней, да попутай ветром через тысячу морей. По морю лодочка плыла, погода тихой упала. Ее течение внесло, три деревяшки да весло. Вы embarrassи меня за ней, да попутай ветром через тысячу морей. Ты унеси меня за ней, да попутай ветром через тысячу морей. Председатель местного отделения ДСАФ Рашид Бзасижев вручил благодарственные письма Руслану Емыкову, Рашиду Хаткову, Сергею Праздникову, Ирине Манченко, Амину Непшикуеву, Рау Фухурья, Анатолию Самонь.